Взбесившаяся дорожная камера в буквальном смысле разоряет вологодских автолюбителей. Тысячи водителей, проезжавших по трассе Волок до Новой Ладога, получили письма счастья со штрафами. Однако никаких нарушений, уверены автолюбители, они не совершали. А виной всему сбой в системе видеофиксации. Репортаж Ксении Вересовой. В Шексне, как и в любом другом населенном пункте, максимально разрешенная скорость передвижения 60 км в час, чтобы контролировать водителей и штрафовать в случае превышения скорости, здесь установлена видеокамера. Именно это устройство стало причиной громкого скандала в поселке. Юрий Филиппов на этой неделе получил сразу 25 писем счастья. Якобы автомобили, которые принадлежат ему и его предприятию, ехали под сотню километров в час. Я допускаю, что на каких-либо других участках дороги, где нам неизвестна установка камер, может все быть что-то подобное. Она здесь, когда мы все живем здесь, работаем здесь, не один раз в день проезжаем. Просто немыслимо, чтобы мы могли нарушать столько раз правила. В одном только Чуровском поселении района люди получили за неделю около 400 квитанций. Каждый штраф за превышение скорости 500 рублей. Хотя закон позволяет заплатить в первые 20 дней после вынесения постановления только половину, общая сумма выходит довольно внушительная. В Центре обеспечения региональной безопасности, который отвечает за исправность всех видеокамер в области, нам подтвердили, устройство в Шексне действительно было неисправно. Если угол наклона камеры сбивается, зона контроля сбивается, и он начинает некорректно измерять скорость. То есть в данном случае как раз и был такой факт. Может быть технический сбой, на самом деле птица села. Ну это маловероятно. Может быть при технических каких-то мероприятиях гайки плохо затянули. Ну сейчас мы это выясним. В настоящее время мы разрабатываем регламент дополнительных проверок комплексов, чтобы подобные факты необоснованного привлечения массового количества граждан к административной ответственности в Вологодской области были полностью исключены. Неполадки в устройстве фотофиксации продолжались больше двух месяцев. С 25 ноября прошлого года по 9 февраля этого. Все протоколы, составленные по данным прибора за этот период, считаются недействительными. А тем, кто заплатил, деньги вернут. Жалоба пишется в произвольной форме на имя начальника Центра автоматической фиксации ГИБДД Вологодской области. Если на момент подачи жалобы срок обжалования истёк, то необходимо в этом заявлении написать ходатайство о восстановлении срока обжалования. Кроме того, для сокращения временных затрат и удобства граждан рекомендуем в этом же заявлении указать платёжные реквизиты, на которые необходимо будет вернуть денежные средства, которые были уплачены в счёт погашения штрафа. По словам экспертов, приборы дают сбои часто, а вот официально признают их неисправными в исключительных случаях. Например, водителю из Москвы пришёл штраф за то, что сплошную полосу пересекла тень его автомобиля. В Татарстане скорость превысил эвакуатор, а штраф пришёл хозяину легковушки, которую он вёз. В Орле машина якобы превысила скорость на тысячу километров в час. Знак закрывает наполовину светофор, когда снимает камера. И тут происходят спорные вопросы, действительно ли красный свет. Завершали свой проезд, допустим, на оранжевый свет, камера зафиксировала, что уже проезд на красный. За стоп-линию было, переезд, ну я был на жёлтом, а дальше мне двигаться просто некуда было, и всё. Штраф пришёл? Штраф пришёл, пришлось оплачивать. Оспорить данные прибора сложно, поэтому люди предпочитают просто заплатить штраф. Если доказательств данных не будет о том, что камера неисправна, то, к сожалению, оспорить виновность будет проблематично. Сейчас в Вологодской области около 160 комплексов фото-видеофиксации. Все они принадлежат не ГИБДД, как раньше, а региону. Специалисты считают, что несмотря на все сбои, которые может дать техника, такие комплексы остаются самым действенным способом обеспечения безопасности на дорогах. Ксения Аверисова, Андрей Николаев, Андрей Шалари, Вести, дежурная часть, Вологодская область.